Здравствуйте! На канале Заречный финальный выпуск информационной программы новости в студии Светланы Теплухина. И вот о чем мои коллеги расскажут вам сегодня. С уважением к прошлому, в Заречном открылся музей отдела внутренних дел. Это будет вообще подарок для всех сотрудников молодого поколения. Они будут знать, какие старые сотрудники работали, ветераны. Название прежнее – содержание новое. Вновь распахнул двери магазин «Дары осени». Очень приятно, что в общем-то в городе появляются торговые центры и альтернативное решение поездкам в Пензу, в областной центр за покупками. Талантливы во всем. Заводская команда КВН заняла второе место на отраслевом конкурсе. Мне этим нравится заниматься и совмещать работу и КВН у меня получается как бы без проблем. Далее об этом и о многом другом подробнее, ну а начнем с праздничного настроения. В преддверии Нового года Заречный каждый вечер залит ярким светом. Город украсила праздничная иллюминация. Накануне огни на улицах города зажгла Ксения Тризна. Один поворот тумблера и по всему городу зажжется праздничная новогодняя иллюминация. Город полностью готов к встрече Нового года. Переливаются разноцветными огнями елки. Деревья в светодиодных гирляндах создают атмосферу сказочности и таинственности. Дополнительно освещают путь жителям Заречного украшения на световых опорах. Эти изменения в облике города не остались незамеченными. Зареченцы оценили все по достоинству. И светлее на улицах стало, и новогодняя атмосфера появляется. Так что, в общем, положительные эмоции. Ну, уже чувствуется новогоднее настроение. Ну, ожидание Нового года уже, праздник и веселье, и встреча с близкими людьми. Ну, ожидание чуда, сказочности такой, волшебства, как все, чего несет с собой Новый год. Все радует глаз, все замечательно, сверкает изумительно, и снег очень радует. Так пусть Новый год будет таким же радостным, как и его ожидания. И пусть он принесет только добрые чувства и положительные эмоции. Праздничная атмосфера ожидания чуда царит сегодня и в нашей студии. Потому что наш гость – главный герой и главный волшебник новогодних торжеств – Дед Мороз. Добрый вечер, уважаемый Мороз Иванович. Здравствуй, внученька. Здравствуй, красавица. Мы благодарим вас, уважаемый Дед Мороз, за то, что вы в ваших хлопотах нашли время для того, чтобы пообщаться со мной и с моими телезрителями. Уважаемый Дед Мороз, если бы снег все-таки не выпал, Новый год наступил бы, вы бы приехали? Новый год наступит в любом случае с 31 декабря на 1 января. Это по новому стилю. Ну а если бы снег не выпал, был бы как в Африке. Посадили бы пальмы и встречали бы Новый год. Но все-таки мы хотим надеяться, что Новый год мы встретим традиционно. А какие сюрпризы еще приготовил нам Дед Мороз, кроме выпавшего, наконец, снега, мы узнаем после информационного блога нашей программы. Так что не переключайтесь. И пока продолжаем информационную составляющую нашей программы. В Заречном появился новый музей. Среди его экспонатов – милицейская форма советских времен. Вещественные доказательства. Вся история Зареченского отдела внутренних дел представлена в экспозиции нового хранилища истории. В числе первых посетителей в музее побывала и Ксения Тризна. Под Новый год сбываются все заветные желания и исполняются мечты. Более десяти лет зареченские сотрудники органов внутренних дел хотели создать музей истории своего подразделения. И вот это случилось. Я очень рад, что сегодня это большое событие стояло. Большое не только для дел внутренних дел, но и для всего города. Потому что главное – это передать молодому поколению тот опыт, те традиции, славные традиции, которые есть у наших самых главных боевых организаций, таких как милиция. Без прошлого не может быть будущего. Именно поэтому так важно знать и беречь историю. Каждый документ, каждый экспонат в витрине – это частичка чьей-то судьбы, важный элемент большой мозаики. Все это кропотливо собирали сотрудники музейно-выставочного центра и ветераны отдела внутренних дел города. Впечатление ошеломляющее. Это очень большая работа. Это будет вообще подарок для всех сотрудников молодого поколения. Они будут знать, какие старые сотрудники работали, ветераны. А самим ветеранам приятно, что о них не забывают, что их служба теперь увековечена на этих стендах. Самое интересное, что спецмузей ОВД не предназначен исключительно для служебного пользования. Его двери открыты для всех. Будем проводить экскурсии, будем работать с детскими дошкольными учреждениями, будем работать со школами, потому что молодежь надо воспитывать. Пока музей не занимает много места. Но это только начало. Его экспозиция еще будет расширяться и пополняться. Ксения Тризна, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Веселые и находчивые сотрудники производственного объединения «Старт» стали серебряными призерами Кубка Росатома. В отраслевом состязании команд КВН заводчане участвуют уже в третий раз. Юмористы градообразующего предприятия выступают под названием «Совершенно секретно». И совершенно без секретов ребята рассказали о своем выступлении Светлане Дземиной. Днем оператор токарного станка, вечером веселый и находчивый юморист, актер-сценарист. Столько амплуа в себе совмещает заводчанин Александр Юдин. «Зареченец» не только работает на градообразующем предприятии, но и защищает честь родного «Полустарт» в рядах городских КВНщиков. «Когда сказали, что организовывается КВН на заводе, я прям сразу пошел туда. Мне этим нравится заниматься и совмещать работу и КВН у меня получается без проблем». Таких веселых и находчивых на заводе целая команда. Уже не первый год заводчане успешно участвуют в городской лиге КВН, а последние три года заводские юмористы борются за Кубок Росатома. В 2011-м «Совершенно секретно» была отмечена как самая яркая команда. В этом году в Обнинск зареченцы ехали с большей уверенностью, основательно подготовились. Сам фестиваль – это очень сложная работа, потому что постоянно приходится что-то писать, что-то дорабатывать. Мы приезжаем со своим сценарием, в течение целой недели нам его редактируют, мы что-то меняем, что-то дописываем, что-то оставляем. И в итоге результат мы показываем на галоконцерте. Мы приехали со своим вот таким вот материалом. При первой редактуре у нас вот столечко осталось, и мы за пять дней придумали, сами ночами не спали там. Такая отдача дала свои плоды. Зареченская команда КВН «Совершенно секретно» заняла второе место в отраслевом фестивале команд КВН «Предприятий атомной отрасли». Для наших ребят это определенный успех. Тягаться с командой-победительницей было действительно тяжело. Надо дать должное победительницам. Это была команда под названием «Женская логика» из Свердловской области, город Новоуральск. Конечно, название команды «Женская логика» и все объясняет. Женский юмор, который, как можно выразиться, взорвал мозг залу. После них зал уже просто не так реагировал даже на самые отрепетированные, самые подготовленные команды, потому что действительно они вот своим задором, своим женским именно юмором, они порадовали зрителя. Заводчане уверены, что кубок «Росатома» обязательно пополнит копилку их наград. Возможно, даже в следующем году. Пока КВНчики не берутся загадывать, сначала нужно отпраздновать Новый год, а потом можно уже и планы строить. Светлана Демина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Уходящий год стал для Заречного спокойным и благополучным. Такое мнение высказали почетные граждане города на встрече с зареченским руководством. Итоги 2012-го по оценке заслуженных горожан в материале нашего корреспондента. Последняя в уходящем году встреча почетных граждан Заречного с главой администрации города Вячеславом Гладковым состоялась в недавно открывшемся центре семейного отдыха «Пингвин». Досуговое учреждение построил предприниматель из Пензы Игорь Пермяков. На возведение здания и обустройство центра ему понадобилось чуть больше двух месяцев. Пока работает только первый этаж. Здесь разместилась большая игровая зона для детей и кафе. Все это своими глазами увидели и оценили почетные граждане города. Мне как архитектору, экс-архитектору, очень приятно видеть и наблюдать все метаморфозы, которые происходят в городе. Слава Богу, что они имеют положительный характер. Это знаком плюс. Это самое главное. Сегодня в городе возводится много объектов, необходимых Заречному. Ремонтируются дороги, школы, детские сады, медицинские учреждения. Хорошо, что в городе строится жилье, детский садик новый, фок и все другое. То есть город живет полноценной жизнью. Большие работы сделаны по благоустройству, по ремонту, восстановлению разрушенных дорог, тротуаров. И вообще город наш год от года становится красивее, приятнее для проживания. Стабильной жизни горожан, дальнейшего развития города в самых разных сферах, в предстоящем юбилейном для Заречного году, с таким пожеланием почетные граждане города завершили встречу с мэром. Диана Орлова, Игорь Ведаков, телерадиокомпания «Заречный». Зареченские приборостроители готовятся к отъезду в Объединенные Арабские Эмираты. В январе в Дубае пройдет международная выставка «Интерсек-2013». Это крупнейший ближневосточный форум, посвященный технологиям безопасности. Маленький российский город Заречный там представят сразу четыре предприятия. Одно из них – закрытое акционерное общество «Охранная техника». Там и побывала наша съемочная группа. Этим прибором доверены спокойствие и безопасность объектов Минобороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы исполнения наказаний, Газпрома и Роснефти. Современную и высоконадежную охранную сигнализацию разрабатывает и производит Зареченское предприятие – закрытое акционерное общество «Охранная техника». Специалисты охранной техники готовы обеспечить защиту любого объекта – от небольшой территории до обширных пространств. Причем предприятие предлагает комплексные решения и весь спектр услуг – от проектирования изделий до их монтажа и запуска в эксплуатацию. Более чем десятилетний опыт работы, квалифицированные специалисты, собственное высокотехнологичное производство – все это позволяет предприятию гарантировать качество производимых технических средств охраны. Каждое изделие, прежде чем попасть к заказчику, проходит испытания на предприятии и строжайший контроль качества. Продукция «Охранной техники» под торговой маркой «Фортеза» хорошо известна за рубежом. Изделия зареченских приборостроителей успешно работают в ближнем зарубежье, более чем в 15 европейских странах – в Индии, Австралии, на Ближнем Востоке. Планируются поставки в Северную Африку и Латинскую Америку. Участие в международной выставке «Интерсек-2013» – одном из крупнейших мировых форумов по безопасности – поможет предприятию выйти на новый уровень развития и еще больше расширить свою дистрибьюторскую сеть. Мы показываем нашу основную продукцию, то есть это изящатель для охраны периметра, радиолновый, двухпозиционный. На выставке мы хотим заключить новые договоренности, найти новых партнеров и показать, что мы готовы выйти на этот рынок, что мы готовы развиваться. Участие зареченских предприятий в международной выставке станет еще одним доказательством высокого потенциала города в приборостроительной отрасли. Светлана Теплухина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Завершается осенний призыв 2012 года. В Заречном на службу в Вооруженные силы России отправились более 70 юношей. Практически все уже добрались до войсковых частей, где будут нести службу. Руководители Зареченского отдела военного комиссариата по Пентинской области созванивались с родителями новобранцев. Пока все зареченцы довольны и размещением, и питанием, и режимом службы. Размещение их по службе достаточно хорошее. За Урал ушло где-то человека три из всего наряда. Постарались, разместили их, но предназначили в команды, которые дислоцируются в туинские части, на европейской территории России. В Энгельс у нас ушли в подшипную часть достаточное количество. На Воронеж – это школа младших авиационных специалистов. На военно-морской флот у нас ушли девять ребят. Достаточное количество ребят у нас ушло в учебную часть, в город Краснодар. По завершению которой они станут узкими специалистами по секретной части, и, соответственно, будут проходить службу уже в качестве помощников начальника секретных частей. Вчера ушла у нас последняя команда. Было отправлено на Пензенский анародский институт, тоже самая учебная часть. По завершению обучения они уже будут также распределены по частям гарнизона. Дары осени к Новому году. В преддверии праздника хорошо знакомый зареченцам магазин открылся после ремонта. Приятным сюрпризом для горожан стало и возвращение известного названия, и просторный современный торговый зал, и обширный ассортимент обновленного торгового центра. Бурные аплодисменты! Все аплодисменты! Этого момента зареченцы ждали без малого полгода. В преддверии новогодних праздников обновленный торговый центр «Дары осени» вновь распахнул свои двери для покупателей. Еще он свяжет в памяти те моменты, когда первые «Дары осени» были. Это 1972-1973 год. Открылся этот магазин, я помню. И самая фишка в том, что вернулось название опять «Дары осени». И нам, жителям этого микрорайона, мы живем тут непосредственно в близости около этого центра, очень приятно, что через некоторый день мы постепенно начинаем возвращаться к тем приятным моментам, которые были раньше. Очень приятно, что в городе появляются торговые центры, и альтернативное решение поездкам в Пензу, в областной центр за покупками. Это очень здорово, в общем-то, и для экономики города, и для наших горожан, я думаю, более удобно. Не надо тратить время и деньги на поездки в областной центр. Будем ждать от наших предмателей новых, вложений своих инвестиций, новых подарков горожанам. Любимый всемирезной терем снаружи остался прежним, зато внутри торговый центр изменился до неузнаваемости. Новые отделы, раздельные торговые залы. Удобство и простор новых даров осени горожане уже оценили по достоинству. Я довольна, я только зашла в магазин, но я довольна. К любому прилавку можно свободно подойти, купить, без толчаи. Спасибо. Несколько изменился и ассортимент продуктов. Свежие овощи, фрукты, мясо, рыба. В соседнем зале колбасы и другие мясные изделия, сыры. Здесь же под одной крышей выпечка, хлеб, кондитерские изделия. На продуктах питания перечень того, что можно купить в дарах осени, не заканчивается. Цветы, комнатные растения и свежая пресса каждый день. Все это в новом торговом центре. Ассортимент отлично. То есть то, что необходимо, набор продуктов каждый день, он присутствует. Начинает от хлеба, извините, тихонечая горячительными напитками, без которых сейчас тоже нельзя. Тем более в преддверии праздника. Все удобно расположено. Проще говоря, все, что должно быть на праздничном столе, в шаговой доступности. Получился такой приятный и одновременно полезный подарок зареченцам к Новому году. Вас приятно удивят уникальные товары по демократичным ценам. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю всем здоровья. Приходите к нам за покупками. Современный человек уже не может представить себе жизнь без интернета. Больше не нужно ждать утренних новостей, чтобы узнать прогноз погоды. Достаточно выйти в сеть. Там же можно написать сообщения близким и родным, обменяться впечатлениями и фотографиями после отпуска, посмотреть фильм в HD-разрешении. Это и многое другое доступно, когда есть надежный скоростной интернет. А если он еще и бесплатный? В центре Пензы телеком-оператор Дом.ру уже создал Wi-Fi-авеню. Любой желающий может выйти в сеть, находясь у монумента Славы Росток, на площади Ленина, Фонтанной площади или в сквере имени Белинского. Председатель Совета управления дома номер 52 по проспекту Мира Галина Контакова заинтересовалась, можно ли организовать аналогичный проект в Заречном. Конечно, зима не самый популярный сезон для прогулок, но доступ к скоростному интернету в центре города нужен и в Заречном. Дом.ру не впервые идет навстречу инициативам граждан. Вот и на этот раз сотрудники компании с готовностью откликнулись на прозвучавшее предложение. Мы установили необходимое оборудование рядом с ДК «Современник», а также поощрили активность старшей по дому и установили точку доступа в доме по улице Мира 52. Жители данного дома смогут бесплатно пользоваться беспроводным доступом в интернет на протяжении пяти месяцев. Чтобы подключиться к интернету, достаточно совершить ряд простых действий. Найти сеть wifi.dom.ru, подключиться к ней, открыть интернет-браузер и выбрать гостевой доступ. Специально в этой точке Дом.ру снял ограничения по скорости доступа, так что жители дома смогут выходить в сеть на скорости до 54 мегабит в секунду с компьютера или ноутбука или до 20 мегабит в секунду, пользуясь планшетом или смартфоном. Как и обещали, мы вновь возвращаемся в студию прямого эфира, чтобы пообщаться с главным действующим лицом приближающегося праздника. Итак, дорогой Дедушка Мороз, мы все ждем вас с подарками. Мы знаем, что каждому ребенку вы приносите, уж по крайней мере, кулек, конфеты, это обязательно. А нам хотелось бы знать, есть ли какие-то подарки и сюрпризы, не индивидуальные, а общие, скажем, для всех горожан? Ну, для всех горожан у нас очень много мест, куда можно пойти повеселиться, отдохнуть, развлечься. Это и Дворец культуры «Современник», и Театр юного зрителя, и Детская школа искусства, и Дворец культуры «Дружба», и Центральный парк, и Центр досуга и здоровья, и Центр ЛАД. Много-много. И все праздничные дни, они будут работать. И вот, например, как раз в ночь с 31 на 1, в 2 часа ночи уже 1, после того, как мы отметим Новый год за столами, всех приглашаем в Центральный парк. В 2 часа там начнется представление. Поздравляем с Новым годом. А в остальные дни во Дворце культуры «Современник» и развлекательные игры для детей, и танцы для взрослых, и концерты. В Театре юного зрителя спектакли и представления около елки. В детской школе искусств концерты. На площади ДК «Дружба» и в Центральном парке можно порезвиться с ребятишками на улице. И так, праздник скоро, Рождество и 7 января. На Рождество мы тоже приглашаем жителей на наши мероприятия. В Театре юного зрителя будет новогоднее представление, конца не будет. И вплоть до 13-го. То есть ребятишки пока на каникулах, они каждый день куда-то смогут сходить. Итак, мы на секунду прервемся. С вами, уважаемый Дед Мороз, я прошу у вас прощения. Но дело в том, что в эфир сейчас выходит наш корреспондент, который находится во Дворце спорта. Там закончился очередной матч Чемпионата России по баскетболу, в котором принимала участие команда наших баскетболистов, команда «Союз». Итак, на связи Дворец спорта наш корреспондент Елена Степкина. Вам слово. Ну, к сожалению, звонок сорвался. Мы будем еще пробовать и пытаться связаться с Еленой. А пока продолжаем беседу с Дедушкой Морозом. Для зареченцев уже привычным стало, что Театр юного зрителя к каждому Новому году готовит свое собственное представление особое, очень индивидуальное, очень интересное. Открыт ли секрет вам, как главному действующему лицу праздника, что ждет зареченцев в этот раз, в этом году? Ну, 31 декабря представление не только в Театре юного зрителя, но и во Дворце культуры современной. Что тоже, в общем-то, традиция. Да, это тоже традиция. Уже приходят зрители, к сожалению, в Театре юного зрителя билеты раскуплены давно. Готовится, ну, как всегда, капустное представление, название которому конца не будет. Так что мы переживаем конец света с весельем и задором. Вот. Но это представление, как я уже говорил, будет повторяться и 7 января на Рождество, и на Старый Новый год, 13 января. Так что, кто не сможет попасть 31 в Театр, те смогут прийти вот в эти дни. Ну, а сейчас мы сделаем еще одну попытку связаться с нашим корреспондентом. Елена. Сургута. Счет встречи 72-89, но, к сожалению, не в нашу пользу. Следующую игру Союз проведет на выезде. 6 января они сыграют в Волгограде, а 11-го уже дома будут встречаться с командой «Динамо» из Москвы. Как всегда, болеем за наших. Спасибо, Елена. И мы вновь возвращаемся к беседе с Дедом Морозом. У нас остается совсем немного времени. Да, вы что-то хотели... Вот видите, как здорово. Не только в учреждении культуры, но можно будет сходить и во дворец спорта, и в бассейн, и в ледовый дворец. Я думаю, что там тоже ждут ребят и взрослых, где можно отдохнуть с пользой для здоровья. И остается совсем немного времени для того, чтобы поздравить наших телезрителей. Уважаемые зареченцы, и дети, и взрослые, пусть в Новом году исполняются все-все-все ваши желания. Будьте внимательнее друг к другу, заботитесь друг о друге. И все у нас с вами вместе будет очень-очень даже здорово. С наступающим Новым годом! Дедушка Мороз, у нас в городе сложилась традиция торжественной встречи Дедушки Мороза. Эта встреча совершилась 21 декабря. Продолжится ли традиция и проводов Нового года, проводов Деда Мороза, которые уже в последние годы сложились в Старый Новый год? Так что сбежим немножко вперед. В Старый Новый год, да, прощание с елочкой. И в Центральном парке, и, как всегда, 21-го числа елочки зажигали, а 13-го на Старый год будем прощаться с елочкой и с Дедом Морозом. Скажите, пожалуйста, вы успеете ли на все праздники, о которых вы нам сегодня рассказали? Ну, конечно, Дед Мороз, он везде сущ, но самые маленькие не догадаются, а взрослые знают, что у меня очень много помощников. Так что я думаю, что Дедушка Мороза порадует всех-всех желающих. Спасибо огромное. Я еще раз благодарю за то, что вы в вашем плотном графике все-таки нашли время для того, чтобы прийти к нам в студию, создать нашим телезрителям праздничное настроение и поздравить их с праздником. Спасибо. И вас, Светлана, лично тоже с праздником. Здоровья вам и удачных дней. Спасибо. Ну, а мы продолжаем. Еще один видеоматериал предоставлен нам одним из телезрителей. Зареченская молодежь, обрадовавшись наконец-то выпавшему снегу, уже начала отмечать праздник и весьма экстравагантным способом. Зареченская молодежь, обрадовавшись наконец-то выпавшему снегу. Такой вот экстрим по-зареченски. Так что проезжая мимо городской администрации в вечернее время, будьте осторожны. На этом заключительный новостной выпуск 2012 года завершен. От имени всей телерадиокомпании я благодарю вас за то, что вы весь этот год были с нами. И пусть наступающий Новый год принесет вам только хорошие новости. А число 13, вопреки всем суевериям, станет для каждого из вас счастливым. Веселого вам Нового года, светлого Рождества и до встречи на родном канале «Заречный». Одежда ведущей предоставлена магазином «Сержинетти», улица Ленина, 58А, рядом с кафе «Улик». Дорогие земляки, компания «Ремстрой» поздравляет вас с Новым годом и Рождеством. Мы желаем вам радости в ваших домах и в ваших сердцах. Компания «Ремстрой». Телефон 232-232. Курс валют в Банке «Восточный экспресс». Американский доллар. Покупка 29,81 рубля. Продажа 30,81 рубля. Евро. Покупка 39,53 рубля. Продажа 40,73 рубля. У меня идеальная работа. Работай, когда хочу и сколько хочу. Ни перед кем не отчитываюсь. Такси «Гост» приглашает водителей с личным автомобилем. Свободный график. Работа без рации и без отчета. Телефон 656565. Мечта, а не работа. Салон «Обуви Гламур» поздравляет всех с наступающим Новым годом и приглашает за покупками. На зимнюю коллекцию скидка до 50%. Адреса салона. Город Заречный, улица Строителей 11А, торговый центр «Рябинушка». Город Пенза, улица Суворова 92, ярмарка Красной Холмы. Проспект Строителей 48, салон «Обуви Гламур». Новый год. Время дарить подарки. Специальное предложение по ноутбукам Samsung от магазина электроники «Прай». Удобный, практичный, высокопроизводительный ультрабук на базе процессора Intel Core в легком, тонком и прочном корпусе. С ультрабольшим диском объемом 1 терабайт и быстрым SSD-накопителем. Идеален для работы и игр. Всего за 25 990 рублей. Компьютеры можно приобрести в рассрочку на 6 месяцев без переплаты. Город Заречный, торговый центр «Соломка», 3 этаж. Колбасные изделия «Суворовский продукт» с зеленым листком специально для тех, кто заботится о своем здоровье, кто ценит качество и вкус. В Новый год мы все строим планы. Бухгалтер строит планы счетов. Юрист – план судебной защиты. Кадровик – работу с персоналом. Директор – план расширения рынка. Пусть все ваши планы поддерживаются и воплощаются. С Новым годом и новыми планами вместе с «Консультант Плюс». «Консультант Плюс» – надежная правовая поддержка. Очень часто в жизни случается, что в Юсте мечты сбываются. Мир мечты, в Юсте ты. Мир мечты, в Юсте мечты, в Юсте мечты.